Азия, Африка и Европа в 100 метрах друг от друга. В парке Горького готовятся к масштабному карнавалу. Иранский степ, японское боевое искусство, экзотические инструменты и яркие костюмы. На каждой из пяти площадок парка обещают показать уникальные традиции. Такие первобытные рисунки смогут нанести на лицо все желающие на площадке Африка. Рядом мастера перкуссии будут играть на ударных инструментах, а африканские студенты петь и танцевать под народные ритмы. Здесь же смельчаков обучат вращению поэми, то есть шарами на веревках. Огромный азиатский дракон и фрагмент Великой Китайской стены из 4000 воздушных шаров на фоне такой инсталляции будут демонстрировать элементы японской, индийской и китайской культур. Организаторы говорят, познакомить харьковчан с традициями Азии прибудут и гости из Токио. Профессора японской традиционной культуры будут презентовать мастер-классы по традиционной японской чайной церемонии и по японской каллиграфии. То есть все желающие смогут не только научиться писать какие-то иероглифы, но и попробовать, как вкусно настоящий японский чай и как он готовится. Вечером представители всех культур в национальных костюмах покинут свои маленькие сцены и соберутся на главной аллее парка. К карнавальному шествию под этнические ритмы смогут присоединиться все желающие. Организаторы обещают зажигательные танцы и красочные фотографии на память. Всем харьковчанам это будет интересно познакомиться с теми культурами, которые представлены в нашем городе. То есть эти люди живут, учатся, работают у нас в городе, тем не менее остаются приверженцами, любителями своей культуры, которые хотят нести это в массы, пропагандировать и показывать, демонстрировать, как живут люди за границей. После большого концерта на главной сцене День культуры разных народов завершится. Харьковчанам покажут светодиодное шоу и устроят дискотеку.